До начала пленарной части мероприятий собравшиеся прошлись по территории, ознакомились с объектами, возводимыми здесь. В первую очередь гости посетили ветеринарный пункт, который построен по республиканской программе и распахнул он свои двери летом текущего года. Объект обслуживает и соседние деревни. Аналогичные сооружения введены в эксплуатацию еще в двух населенных пунктах района – в Нижней Суне и в Нижнем Токаныши. Совсем скоро здесь, в Куюкирыксе, будет сдан в эксплуатацию еще один социально значимый объект – врачебная амбулатория. Здание находится на стадии завершения. А вот на этом месте строят спортивный объект – универсальную площадку. Финансирует строительство депутат Марат Мингазов. Далее собравшиеся осмотрели дорогу, проложивая на средства самообложения. Деньги, собранные нынче по программе самообложения, направили на строительство дорог и моста. Запланированный объем работ выполнен. В селе Куюкирыкса проложили 300 метров дороги. В Новом Кумазане – 168 метров. В следующем году планируем направить средства жителей на дороги и на освещение улиц, рассказывает глава поселения Фидаиль Шейхуддинов. Пленарная часть заседания состоялась в Куюкирыксинском доме культуры. Первым с докладом выступил помощник главы района Решат Самигулин. Он отметил, что в этом году в сельских поселениях по программе самообложения с населения собрано 3 миллиона 700 тысяч рублей. После софинансирования республики эта сумма превратилась в 18 миллионов. Самый большой размер взноса в Усалинском сельском поселении. Там с каждого жителя собрали по 500 рублей. Если же сравнивать с соседними районами, то 500 рублей является самой минимальной. Так, к примеру, в Кукмаре в среднем по самообложению с каждого человека собирают по 1 тысячу рублей. Поэтому и объемы работы там выполняются в разы больше, подчеркнул Анатолий Иванов. Далее были проанализированы цифры по количеству поголовья скота в личных подворьях и фермерских хозяйствах. Подняли тему сбора молока. Говорили о темпах строительства мини-ферм на деньги, выделенные республикой. Многие отстают от графиков, подчеркнули здесь. Итог мероприятия подвел глава района Анатолий Иванов. Проведение ежемесячных совещаний с главным поселением, она сама себя оправдывает. Во-первых, это нужно для нас, для того, чтобы посмотреть, какие новшества сегодня внедряются в том или ином сельском поселении. Это у нас всегда наблюдается. Поэтому мы приглашаем, показываем, значит, жизнь не стоит на одном месте. В то же время мы анализируем, значит, вопросы, значит, самовложения, куда, сколько средств, значит, расходовано, качество дорог смотрим, значит, смотрим, значит, поступление налогов и вопросы питания и так далее, и так далее. Вопросов много, вот, как, особенно, значит, движение поголовья скота. Вот, поэтому это очень, значит, для нас нужно, и она дает знать нам реальное положение, значит, на местах. Напомним, что подобные совещания станут традиционными и будут проводиться ежемесячно на территории разных сельских поселений.